Представьтесь, пожалуйста. Ну, я Козлов Алексей Михайлович, полковник в отставке, службы внешней разведки Российской Федерации. Профессии разведчик-нелегал. Алексей Михайлович, вы не жалеете, что стали разведчиком? Вот если бы вам довелось жить сначала, какую бы профессию вы выбрали? Если бы мне довелось жить сначала, какую профессию бы я выбрал? Конечно, только разведку. Больше я ничего не знаю и знать не хочу. А почему? Почему? Да потому что это была моя жизнь. И жизнь исключительно интересная, очень напряженная. И я надеюсь, которая принесла достаточно пользы и моей стране, моему отечеству, моему народу. Алексей Михайлович, а вы можете рассказать нам о своей работе? Почти все, что я сделал за 50 лет работы в разведке, секретно до сих пор. Но вот о том, что произошло в ЮАР в конце 70-х, рассказывать уже можно. На выход, лицом к стене, а не двигаться. Шевелись. Прошу, господин Козлов, наденьте это. Мы передаем вас для обмена. Сержант, подготовьте его. Обстоятельства изменились, господин Козлов. Выходите из машины. Обмена не будет. Стоп. Повернитесь. Мистер Козлов, принято решение вас расстрелять. Ведь вы нам так ничего и не рассказали. Но я дам вам еще один шанс. Все зависит от вас. Я сейчас досчитаю до 10, и либо вы начнете говорить, либо я дам команду открыть огонь. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Приготовиться. Семь, восемь, девять. Огонь! Семь, восемь, девять. Семь, восемь. Эта история началась в 1979 году. Я тогда жил в Италии. У меня было хорошее прикрытие, паспорт гражданина ФРГ и работа в крупной компании по продаже химчисток и всего связанного с ними. Я был успешным агентом по продажам и ездил по всей Европе, к Ближнему и Дальнему Востоку, в Африке. Не спеши. Я могу подоставить. Но в конце 79-го года я получил из Москвы новое задание. Информацию о новом задании я должен был забрать из условленного места, тайника, который находился в мастерской одного достаточно известного итальянского скульптора. Мой агентурный псевдоним был филателлист, потому что я действительно очень серьезно увлекался марками. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Центр филателлисту. По полученным данным, 22 сентября 1979 года в Южной Атлантике был произведен ядерный взрыв. Это произошло в уни зоны действия наших спутников космической разведки. И достоверных фактов, подтверждающих взрыв, нет. Согласно договору о нераспространении ядерного оружия и запрещении испытания в трех средах, взрыв не могла произвести ни одна из семи стран, обладающих на сегодняшний день ядерным оружием. Следовательно, речь идет о восьмом государстве, которое сумело втайне от мира создать свою собственную ядерную бомбу. Предположительно, этим государством может быть ЮАР. Если это так, то это в корне меняет военно-стратегическую ситуацию в мире, учитывая профашистскую направленность политики правительства Южно-Африканской республики. Необходимо в кратчайшие сроки найти и предоставить центру достоверную информацию об этом ядерном взрыве. Отправляйтесь в ЮАР без промедления. Соблюдайте крайнюю осторожность. Удачи. Максим. У Советского Союза с ЮАР не было ни дипломатических, ни торговых отношений. Но мой паспорт ФРГ открывал передо мной все двери. Купив несколько путеводителей, я внимательно изучал Йоханнесбург. Не менее внимательно я изучил и политическую обстановку в стране. В конце 70-х ЮАР была российской профашистской страной. Три миллиона белых фактически держали рабами 26 миллионов черных жителей страны. Черные не имели никаких прав и жили в специальных районах типа гетто, бантустанах. У них не было даже официального гражданства ЮАР. В Южноафриканской республике существовали порядки, которых не существовало больше нигде в мире. Фактически любого человека могли арестовать, посадить и расстрелять без суда и следствия по закону о терроризме. Вон это место. Прочь дороги! Вон там можете и припроколоть. Своё пребывание в Йоханнесбурге я начал с поиска офиса для представительства компании по продаже комплексов химчисток. Ведь это было моим легальным прикрытием. Итак, если использовать оборудование нового поколения, то качество обслуживания увеличивается в три раза. А скорость обслуживания в два раза. При этом стоимость машин и химикатов лишь на 15 процентов выше. Вот такие расчеты. Теперь понятно. Спасибо. Благодарю вас. Так, это вам. Спасибо. Это вам. Вот, читайте, тут всё есть. Спасибо. 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 Ну, спасибо, что пришли. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я очень рад. Большое вам спасибо. Желаю вам удачи. Большое спасибо. И вам тоже. Всего доброго. Я догоню. А вы что-то хотели? Да, расспросить вас подробнее о модели А-21. Так, нет проблем. Вы прямо в понедельник можете прийти ко мне в офис, и я отвечу на все ваши вопросы. А какие у вас планы на вечер? Если хотите, мы можем пойти к одному моему приятелю Джону. У него часто собираются интересные люди. Я здесь в Йоханнесбурге новый человек, поэтому буду очень рад. Отлично. Там и расскажете мне, как работают эти ваши необыкновенные химчистки. А я расскажу о нашей стране. Большое удовольствие. Спасибо. Хорошо, договорились. Что-то там-то, что это? Да? Я не спала. Я вас вtoo 피�но. Я была сear. Я была срочерьезной. Я был ищитель, скорей, и с Roller. А ты их не спал. Надежда. Например, дед were types, ты должен уйти из них. Пошел бы в ночь? Дед. А ты, мой хороший? Я такой. Т�эк. Я тоже, ты. В этом доме. И вскоре мы подружились со стариной Джоном. Нас с ним сблизила одна общая страсть — Марки. Джон был довольно влиятельным человеком в Йоханнесбурге. У него часто собирались местная элита и богатые иностранцы. Посмотри-ка. Как ты вообще выбился в люди? Пахал сутками химчистки и отели «Хилтон». И так оказалось, что за мной приглядывал один миллионер и предложил мне возглавить это отделение. А ведь мы, немцы, умеем работать. И хвастаться тоже умеете, да? Ну, это обоснованно. Чтобы ты здесь не сошел с ума от тоски, я познакомлю тебя с одной дамой. Вдова, ее зовут Тиана. В прошлом году у нее исчез муж. Якобы при невыясненных обстоятельствах. А почему якобы? Повстанцы? Люди разное говорят. Кто-то связывает его пропажу с криминалом, кто-то считает, что он вполне мог стать жертвой несчастного случая. А я думаю, его попросту убрали. Догадываюсь, кому он мешал. Кому? Я же сказал, догадываюсь. Но промолчу. А кем он был? Так, научной шляпой. Из Израиля, по-моему. А Тиана очень даже ничего. Ты же знаешь, какие они горячие, эти молодые вдовушки. Уверен, она тебе понравится. Хорошо. Познакомь. Только сначала покажи. Я доверяю тебе, как филателисту, но не как ценителю женщин. Почему? Потому что последние десять минут ты смотришь на марки с рубинсовскими женщинами. Они, мягко говоря, не в моем вкусе. За мной неотступно следила контрразведка. И это было в порядке вещей. В ЮАР было принято следить за каждым приезжающим в страну иностранцем. Я продолжал свою работу. Я размышлял. Поскольку взрыв был произведен в океане, значит, должны быть свидетели среди летчиков, моряков и, может быть, даже рыбаков. Ведь атомный взрыв виден на многие десятки и даже сотни километров. Я решил начать с летчиков. Дал объявление в газеты, что ищу опытного пилота для самолета нашей компании. Одна из присланных анкет меня заинтриговала. Кандидат, среди прочего, писал, что некоторое время назад работал в научно-исследовательском отряде 109. Что это за отряд? Почему научный? Я назначил ему встречу. Уго? Да, я. Приятно познакомиться. Отто Шмидт. Уго, Ластман. Присаживайтесь. Из объявлений в газете я не понял, для какого именно самолета вы ищете пилота, но учтите, я не дешевка, я профиль. Именно поэтому я и пригласил вас. Хотите что-нибудь выпить? Нет, о делах я привык на трезвую голову говорить. Понимаю. Эй, бой, иди сюда. Принеси джентльмену что-нибудь безалкогольное. Знаете, Уго, я обрадовался, когда прочитал в вашей анкете, что вы немец. Да, но по правде говоря, мои родители немцы, а я родился уже здесь. Мне жутко неловко предлагать вам такую работу. Бизнес нашей компании – это химчистки нового поколения. Что за мочу мне принесли? У нас неплохо, дела идут на севере континента, но здесь, к сожалению, есть места, куда мы не можем добраться без самолета. И вы решили пригласить классного пилота на роль извозчика, чтобы дикарям какую-то дрянь возить? Я обсудил с моими партнерами особый гонорар для вас. Я думаю, вы не сможете отказаться от тех условий, которые мы вам предложим. Интуиция подсказывала мне, что этот пилот Уго может что-то знать. Опять же, таинственное исчезновение этого ученого, про которого он мне рассказал, Джон. Надо поближе познакомиться с его женой. Мне казалось, что я все-таки напал на след. Потом я отправился к рыбакам. Может быть, кто-то из них, кто ходит далеко в океан, мог быть свидетелем ядерного взрыва. Вероятность была не велика, но все же. Эй! Где я могу найти лодку? Большую, очень большую, на которой ходят даже на китов. Сейчас все киты уплыли далеко, в океан. А такую большую лодку вы здесь не найдете. Была одна, но никого из тех, кто плавал на ней, в живых не осталось. Да и саму лодку куда-то забрали. Мудай вечерин, последний с этой проклятой лодки умер в больнице на той неделе. А в какой больнице? В Святого Франциска. В центре. Думаю, для вашей больницы подойдет модель «Б». Я дам вам наши брошюры. Так, вот здесь подробное описание и инструкции. Хорошо. Я доложу о вашем предложении по печительскому совету. Думаю, мы приобретем у вас химчистку побольше, размер Анны. Да, это пациент, вот в пятой палате. Ой, извините, я должен лежать. Дай, я все снимаю. До скорого. Спасибо. Продолжение следует... Госпожа сегодня отправляется к Джону? Да. Джон сказал, что хочет познакомить меня с чудным парнем, который должен мне понравиться. Что за парень? Он приехал из Европы. Немец. А Джон сказал, как его зовут? Любопытная ты. Его зовут Отто Шмидт. Вернусь, все расскажу. Привет, малышка. Еще одно письмо из Израиля. Как вы просили, я спрятала его от госпожи. И вот вам позвонила. Интересно. Что? Здесь брат Гидона пишет, что он подал прошение, чтобы снова открыть расследование о его исчезновении. Спасибо, детка. Не стоит. Вы совершенно правы, Тиана. С большим удовольствием я бы поговорил о марках, но вы здесь не клуб филателистов. Спасибо. Угощайтесь. Прошу. Спасибо. Значит, и вы марки собираете? Это же занятие для малых детей. Так, я и есть маленький мальчик. Знал я в Лондоне одного очень немолодого мальчика, который продал на аукционе бракованную марку за миллион фунтов. Миллион? Да, миллион. Наверное, это был Маврикий. Я уверен, что Маврикий. Первая марка, выпущенная вне британской империи. Вся партия была с ошибкой в тексте. А вообще, если честно, я не понимаю, как вы здесь живете. Я предлагаю самые современные машины-химчистки, основанные на фторхлористых углеводородах. А здесь люди до сих пор предпочитают чистить дорогую одежду, ну, керосином. Ох уж эти немцы, для них порядок — это главное. Благодаря немецкому характеру мы первыми пришли в себя после Второй мировой войны. Восстановили города, подняли экономику. А здесь люди живут до сих пор как в каменном веке, не зная, что человек полетел в космос и не слышали ничего о ядерной бомбе. А вы и в бомбах специалист? Нет. Я большой специалист по тому, как чистить смех, кожу, замшу. Стреляй! Все чисто, сэр! Ота, Тиана! Надо же! Идемте в дом, венца выпьем. Нас уже никто не потревожит сегодня, гарантирую. Вы слышали, он гарантирует. Расскажите что-нибудь о себе. Ну, что вам рассказать? Я долго жил в Алжире, там разбогател и там же потерял самое дорогое. И что это? Жена умерла при преждевременных родах. Мы тогда были в глубинке. Роды начались внезапно, а там не оказалась квалифицированной медицинской помощи. Как жаль. Надо было отправить ее в Германию. А где ваш муж? Гидон. Он просто однажды исчез. Как исчез? Таинственно. В отличие от вас, он кое-что понимал в ядерной бомбе. Вы надолго в Йоханнесбурге? Не знаю. Все мои рассказы о чудесах химчистки оставляют жители этой страны равнодушными. За все время пребывания здесь у меня всего лишь один бонус. Какой? Запах ваших волос. Ота! Все-таки вы романтик. Несмотря на все эти ваши химчистки. Знаете, как мой спаситель. Приходите ко мне завтра на обед. Я буду очень рада. Часа в три. Хорошо? Хорошо. Вы действительно романтик, Ота. Спасибо за букет. Проходите. Да, я слегка старомоден. Как спалось после вчерашней стрельбы? Ничего, спасибо. Здравствуйте, господин Шмидт. Миссис много о вас рассказывала. Рада вас сказать. Где вам будет удобнее? Где-нибудь, чтобы мне была видна картина Питера Венинга. Поразительно. Знаете Питера Венинга? Да. Это не самая плохая репродукция. Жаль только, желтые тона кажутся слегка коричневыми. Эту картину мужу подарили коллеги, физики. А вы тоже физик? Нет. Я закончила исторический. Позже преподавала в школе. Потом познакомилась с Гидоном, вышла за него замуж и стала женой, домохозяйкой. А теперь водовой. А это что? У нас часто в ритуалах Вуду используются перья. Люди верят, что душа покидает этот мир не сразу. И еще какое-то время парит вокруг нас. Местные колдуны даже способны ее вызывать. А близкий человек может поговорить с ней и попрощаться. Не знаю, правда ли это. Скорее всего, одна из местных легенд. Красивая история. А вы в молодости, наверное, разбили немало сердец. За вами в школе, я уверен, гоняюсь толпы ухажеров. Да. Но я вышла за иностранца. Гидон был не местный. Приехал из Израиля. Он был ученым. Вот это он. В тот день, когда Гидон пропал, у нас обедал его друг Марк. Я заметил, что левая часть фотографии отрезана. Интересно, что там могло быть. Я не первый, но в первой двадцатке. Там, где Оппенгеймер, там, где Тейлер. Я сумел сделать это. Но кто? Кто знает об этом, Марк? Кто? Я доказал, что я великий ученый. И что? Стал от этого счастливее? Нет, Марк не стал. Наоборот. Я на этом умом тронулся, спятил. А знаешь, от чего, Марк? Нет, не знаю. Мне кажется, ты в порядке. Только сегодня ты выпил немного лишнего, и теперь несешь всякие глупости. Знаешь, что я понял? Мы сделали бомбу для страны, в которой у власти нацисты! Я не прав, Марк? Ну, скажи. Они не только негров не считают за людей, но и нас. Евреев. Они использовали нас и выплюнут. Им нужна была бомба. Бомба! Атомные бомбы – это оружие сдерживания, а не нападения. Мы, ученые, просто выполнили наш научный долг. Всю ответственность теперь берут на себя правительства, политики, военные. Согласен, согласен. Мы в стороне. Но какое это правительство? Российское, профашистское правительство. И о том, что у них ядерные бомбы, должны знать все! Я скажу! Осторожно, люди! У них она есть! Гидон! У них бомба! О таких вещах не кричат! И ты не в первый раз распускаешь язык! Это очень опасно для тебя и твоей семьи! Ты ученый, вот и делай свое дело! Я никому не нужен! Бомба готова! Я отработанный материал! Гидон, успокойся! Марк, можно тебя на минуту? Марк, может, вам не стоит сегодня ехать в город? Ему надо развеяться! Не беспокойся, он скоро придет в себя! Ладно, я боюсь, Марк! Он хотел славы и теперь может на все пойти! Ну, я, конечно, не воевал во Вьетнаме, но никому не пожелаю увидеть то, что я повидал! В этом мне трудно поверить! Знал я пару человек, которые во Вьетнаме воевали, бежали быстрее ветра! И до сих пор говорят, что ничего на свете страшнее Вьетнама в жизни не видели! А я видел! Видел! Ну, например, что? Ну, если Хиросиму и Нагасаки взять, например! Там и сейчас люди дохнут от радиации! Там, я читал, где-то и по сей день на свет появляются дети урода! А с тех пор прошло уже 35 лет! Вот что действительно страшно! Временами я вижу один сон! Кошмар! Я влетаю в ядерное облако, от которого, как ни стараясь, нельзя отвернуть! Даже на сверхзвуковом самолете! И там вся эта ядерная хрень начинает лезть ко мне в глаза, в мои уши, в мои ноздри и заживо жрать меня! Это страшнее какой-то вшивой вьетнамской войны! Подожди! Какое ядерное облако? Я участвовал в ядерных испытаниях! Ты в своем уме? Какие еще испытания? Ты понимаешь, где мы находимся? Я им объясняю, химчистка давно использует другие химикаты, совсем безвредные! А мне не верят! Здесь же... Здесь каменный век! О, так как же ты наив! Ты не видишь ничего дальше собственного носа! ЮАР уже не страна соломенных хижин, приятель! Это держава с атомной бомбой! У тебя все в порядке с мозгами? Я принесу фотографию, от которой у тебя волосы дыбом встанут! И ты заткнешься! А если принесешь... То, может, и заткнусь! Я сотрудник британской разведки. Я хочу предложить свои услуги советским властям. Я поймал ваши переговоры. Ты ошибся, дружище. Как вы думаете, какова вероятность провала? Если вы все будете делать правильно, вам ничего не угрожает. Я пойду прямо в полицию, не сдам тебя! Двойного агента никто не станет вытягивать за уши. Таких, как вы, находят в сточной канале с перерезанным горлом. Вы передавали КГБ сведения, составляющие государственную тайну. Это абсурд. Только совпадения. Но их слишком много, Джордж. Я надеюсь, ты меня поймешь. Вас били, пытали, угрожали убить, если вы откажетесь работать на КГБ. У вас не было другого выхода, Джордж? Нет. Я сам предложил свою помощь. Пожалуйста, сообщите обо мне советским властям. Я Джордж Блейк. К столетию знаменитого советского разведчика. В следующее воскресенье. На первом. Все рассказанное здесь – правда. Мне не в чем оправдываться. И тем более раскаиваться. Нужны деньги на закупку. Сколько нам могут одобрить в банке? Давай посмотрим. В Тинькофф вы можете узнать сумму кредита для бизнеса. Без сканов устава, справки из ЕГРН, договоров с контрагентами, фото 3 на 4, без походов в банк. И главное – без открытия счета. Просто загрузите выписку из вашего банка. Только выписку? Только выписку. Оставьте заявку на Тинькофф.ру и узнайте сумму кредита без открытия счета. Лучший диджитал банк в кредитовании малого бизнеса. Тинькофф. Он такой один. Эта неделя Бигфеста посвящается тем, за кого выбирали, что запостить. Теперь выбираете вы. 4 наггетса или 2 стрипса всего за 39 рублей. Только в приложении «Вкусно» и «Точка». Рекламный ролик букмекера должен быть простым и понятным. Как у букмекерской компании «Бэтсити». Просто скачай приложение и получи 3 бесплатных ставки по 500 рублей в «Бэтсити». Покупайте на распродаже 11.11. Только на Яндекс.Маркете. Мини-станция с Алисой. Всего за 5490 рублей. И кэшбэк 30% баллами плюса. Алиса, привет! Хей-хей, рада встрече. Никогда не сравнивали цены на ОСАГО и покупали полис в одной и той же страховой? Не переплачивайте. Оформляйте полис на сравни и экономьте до 5,5 тысяч рублей. Ведь цены на ОСАГО отличаются. Если страховка, то сравни. Выбери лучшее. Чтобы вкус наших наггетсов был тем самым, мы используем только 100% мясо куриной грудки без гормонов роста. То самое качество. Вкусно и точка. Покупайте уже полюбившиеся товары и новинки для вашей красоты. А также бытовую химию со скидками до 45% на Вайлдберрис. Встречай зеленый день. Открой Сбер Мега Маркет. Только с 10 по 13 ноября покупайте одеяло и подушку Медслип всего за 1 999 рублей. Сбер Мега Маркет. Благодаря мне в жизни людей появляются и выходные, и рабочие дни. Я помогу вам подготовиться к собеседованию, даже если вы идете на него впервые. Моя работа не только увидеть ваше светлое будущее, но и помочь вам в нем оказаться. В поиске работы человеку нужен человек. Центры занятости работы России. Ваша работа. Наша работа. И сонница. Велсон. Плохой сон больше не пугает. Если вы наконец уговорили бабушку попробовать эти ваши бутерброды, мы не можем вас подвезти. Поэтому на пути к вам ингредиенты каждого бургера проходят более тысячи проверок. Качественно, вкусно и точка. БКС знает, что непростые времена требуют выгодных решений. Нулевая комиссия на покупку ценных бумаг и гарантированный кэшбэк до миллиона рублей. Откройте мир инвестиций БКС. Новая национальная лотерея. Вам высокий шанс на победу или много серьезных призов? Все-таки хотите выиграть миллион? Тогда купите билет у партнеров и на nlota.ru. Национальная лотерея. С днем рождения! Покупайте сосиски молочные Инди Лайт и выигрывайте миллионы рублей. Магнит отмечает, мечты исполняет. Даже я, Константин Ивлев, не знаю, как улучшить этот вкус. Во вкусной точке используют стопроцентное мясо куриной грудки, поэтому чувствуешь вкус курицы и ничего лишнего. Попробуй куриные снеки во вкусно и точка. Мы всегда вами восхищались. Теми, кто рвет горизонты, не забывая о близких. Для кого дело важнее слов. Живущими в огромной стране, над которой никогда не заходит солнце. Вас уже 25 миллионов, тех, кто нам доверяет. И мы делаем все, чтобы иметь право сказать. Тинькофф. Банк года в России. Как не кстати эта мигрень? Любая боль всегда не кстати. Скоро вам станет лучше, поверьте. Этот массаж мне показали в Алжире. Ну что, помогает? Нет, пока нет. Это у вас после того, как потеряли мужа? Я ведь хотела развестись с ним. Почему? Разлюбили его? Я просто устала. Меня пугали его выходки. О чем вы думаете? О нас с вами? А еще о чем? А еще о том, что же все-таки могло случиться с вашим мужем, Дианом. Может, нам к колдуну пойти? Почему к колдуну? Вы в них верите? Я думала сходить. Просто никак не могла решиться. Боюсь. Чего боитесь? Узнать правду. Пожалуй, я с вами пойду. Вот. Рождество. Она ш Scoi pueda. Рождество. Рождество. Продолжение следует... 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 Обмен Обмен это хорошо Прекрасно Прекрасно, Алёша Самое время поговорить о цене Мне по-прежнему нужны твои показания Будешь работать с нами, будет и сделка А пока ты никто и ничто Ты будешь говорить с тобой Сержант Я тут уже две недели парюсь с тобой, котеныш Ну ты все молчишь Я понимаю, что у вас свои счеты с КГБ Но это наш заключенный Нам нужна информация, а не его труп Ясно? Я старше тебя по званию У себя в Израиле будете командовать А здесь я приказываю И извольте его не трогать Думаю, так ты добьешься своей жареной курицы Понял? Думаю, так ты не знаешь Контрольный вопрос Твое настоящее имя Отто Шмидт? Нет Ты Алексей Михайлович Козлов? Да Ты пытался что-то разузнать про атомные исследования в ЮАР? Нет Ты и правда серьезный филателлист? Да Твой отец был на войне? Да Я был так измучен и голоден Что начинал путать, где реальность, а где мираж В своих видениях я постоянно видел отца И он помогал мне держаться Мой отец Мой отец был комиссаром танкового батальона И вернулся с войны без ноги Каждое утро, в любую погоду Он шел на работу несколько километров на костылях Всю свою жизнь я старался быть похожим на отца Действующий чемпион мира Джо Фрэнсо Его противник Мухаммед Али из Бессмидт Кинду Бой черномазах Начинается третий из пятнадцати рал Фрейзер, неудержим Смирно, Доусон Не забывайтесь, капитан Извините Больше не повторится Как там дела у еврея из Моссада? Пытался прикормить русского Провел через детектор лжи Все без толку Еще не бил? Да, но непрофессионально Мог убить Наверное, старые обиды вспомнил Это хорошо, что он не смог сломать его Значит, все лавры нам достанутся Начинайте применять к нему особые методы Есть, сэр Знаете, Доусон Этот Мухаммед Али раньше носил имя Касиус Клей Он сын нашего Господа Иисуса Христа А знаете, почему сын Иисуса Христа предал своего отца И перешел на сторону Мухаммеда? Потому что Иисус белый А белый и расистый Но в исламе Цвет кожи не важен Все равны Он взорвал русскую литературу Создал свой уникальный стиль До него так никто не писал А что, если бы, например, на моем месте случился Наполеон? Для того, чтобы хорошо писать Надо страдать, скажет Достоевский Эпилепсия дала ему колоссальную работоспособность Какие-то, скажем так, негативные качества Например? Для эпилептиков характерна чрезвычайная вспыльчивость Где она? Куда мы ее спрятали? Судьбы трех главных женщин Достоевского переплетутся вместе Они умирают, ревнуют и ссорятся из-за него Возьмите обратно эти деньги Ступайте на рулетку и выиграйте как можно больше Я пошел с мыслью хоть что-нибудь отыграть и проиграл все, Аня! Он проигрывает обручальные кольца Он проигрывает юбки своей жены закладывает Шесть часов утра, Семеновский плац, эшафот Достоевский в одной рубашке С непокрытой головой слушает приговор Подвергнуть смертной казни расстрелянием Что проносится в этот момент в его голове? Достоевский 201 Между адом и раем В пятницу на Первом Кофе, который всегда был с вами Помогал проехать утренние пробки Делал добрым утро понедельника Был предлогом для лучшего свидания Свежемолотый, свежесваренный, натуральный Тот самый любимый кофе Во вкусные точки Благодаря Авито ставка на ипотеку ниже на 0,6% Поэтому хватило даже на звуковую студию Получите скидку на ипотеку на Авито Рекламный ролик букмекера Должен быть простым и понятным Как у букмекерской компании Bad City Просто скачай приложение И получи три бесплатных ставки По 500 рублей В Bad City Началось Да, снова руки за грибуки Распродажа не до скуки В ноябре всем будет нам О-о-о-о-о Она возвращается Распродажа 11.11 на Озон Только с 11 ноября Кофе молотый за 49 рублей Кофе машина за 21 999 рублей Хлебцы 10 пачек за 399 рублей Биллайн смартфон не открываешь Биллайн задание выполняю Прокачай Айпера Пчелу Приложение Билайн И получи 50 дополнительных гигабайт Для семей стариком А Билайн 30 лет на твоей стране А вам зарплату Без задержек платят Это проще узнать на Авито Ведь мы собираем реальные отзывы О работодателях Что-то с терминалом С карманными дилемма В технике внезапно сгорела микросхема С кредиткой от Росбанка Это не проблема Покупай, снимай, переводи 120 дней без процентов И сует Росбанк Настоящие возможности Распродажа 11.11 на Яндекс.Маркете Покупайте погружной блендер ВИТЕК Всего за 990 рублей С 9 по 11 ноября Зелёная линия Состав как он есть Понятные ингредиенты В которых я уверена Зелёная линия в перекрёстке Натурально и полезно Для здоровья семьи Каждый раз покупая в пятёрочке Вы выходите из магазина Не только с выгодными покупками Но и в отличной компании Это баллы эксперт-клуба Которые теперь можно тратить И в перекрёстке Единые баллы можно копить И тратить в обеих сетях Чтобы ваши покупки Стали ещё выгоднее Их с 5 клуб Умножаем выгоду Если вы любите детские подгузники Самокат То вы можете делать с ними так Ведь они отлично тянутся Или так Потому что они не раздражают Кожу малыша Или так Ведь они отлично впитывают Благодаря японским технологиям Ну или так Самокат Сердцу в такт В ленте «Ноябрь скидок» Сосинские ближние горки 450 граммов 149.99 Лента Распродажа 11.11 на Яндекс.Маркете Здесь я купил товары для всей семьи Всё в дом Скидки до 70% Оплатите часть сейчас Остальное потом Забота от пятёрочки Скидки для вас Сырки творожные по 34.90 Миша любит самокат Потому что любит приносить людям радость А Ася любит самокат Потому что любит, когда всё вовремя Самокат Сердцу в такт Каждый раз, покупая в пятёрочке Вы выходите из магазина Не только с выгодными покупками Но и в отличной компании Это баллы X5 Клуба Которые теперь можно тратить и в перекрёстке Единые баллы можно копить и тратить В обеих сетях Чтобы ваши покупки стали ещё выгоднее X5 Клуб Умножаем выгоду Зелёная линия Состав, как он есть Понятные ингредиенты В которых я уверена Зелёная линия в перекрёстке Натурально и полезно для здоровья семьи Распродажа 11.11 на Яндекс.Маркете Здесь я купил товары для всей семьи Всё в дом Скидки до 70% Оплатите часть сейчас Остальное потом Встать! Давай на выход! Не надумал сказать, какое задание Ты выполнял в Южной Африке? Неугомонный ты, Доусон! Я не буду тебя калечить Падая с этим креслом, ты не убьёшься Зато мозги это тебе встряхнёт И так будет раз за разом На 20-й ты начнёшь терять сознание Но мы не дадим тебе забыться Это наш особый метод Для молчаливых Джек, вали его Ты русский шпион И это твоя работа А моя работа Заставить тебя, наконец Дать показания Джек, повтори Поднимайте Пойми, русский Красное кольцо сжимается Вокруг ЮАР Ангола, Бенин, Конго, Эфиопия, Сомали Уже ваши Но мы не дадим отменить апартеид Давай, ещё раз Джек, давай Хватит Давай, вали Вали, я сказал Облить Ты переведён в камеру смертников Жди своей курицы Садись Давай, давай Садись Смотри Не отворачивайся Не отворачивайся Садись Я запомнил слова Жора из Массада Если тебе вместо обычных помоев Принесут жареную курицу Это означает Что завтра Казнь Белым приносили целую курицу Чёрным Только половину Казнь, правда Была одинаковая Повешение И контрольный укол воздуха в сердце Пошёл Пошёл Повешение Сожалею, но казнь на сегодня отменяется Давай, стопай Добрый день, мистер Козлу Как вы? Довольны ли нашей едой? Нашим обращением? Вполне Вид у вас довольно неважный Может, как-то разнообразить ваше меню? Жареной курицей? Однако, вы не лишились чувства юмора Судя по всему, вам у нас действительно комфортно А нет ли у вас желания рассказать нам что-нибудь? Нет Что ж Я так и думал В карцер его Идём В этом каменном мешке Я провёл полгода Иногда меня стригли и мыли А доктор Мальхеба Осматривал меня Сколько времени он уже провёл в карцере? Шесть с половиной месяцев, полковник Крепкий парень От отсутствия света у меня стала лопаться кожа Мне бинтовали руки, чтобы я не пачкал кровью стулья на допросах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, какой сегодня день, мистер Козлов? Сегодня непростой день Для вас он великий Наш премьер-министр Бота Сегодня официально заявил Что вы у нас под арестом В связи с этим Вам положены ежедневные получасовые прогулки по тюремному двору Мы разрешаем вам курить Спасибо Спасибо, я отбросил Вчера премьер-министр ЮАР Питер Бота сделал заявление Он сказал, что пойман советский шпион Алексей Козлов Выходит, все это время он находился у них в тюрьме Интересно, что Козлов успел рассказать им? Ничего Абсолютно ничего Вы уверены? На все сто И что будем делать? Как что? Будем выручать Я вспоминаю, как в конце пятидесятых поступил мой предшественник Генерал Коротков Генерал Коротков знаешь? Нет Тогда в западном Берлине арестовали четверых наших разведчиков Коротков позвонил министру госбезопасности ГДР Мильке И попросил арестовать американских агентов В восточном Берлине И тот арестовал больше сорока человек И в тот же вечер их поменяли на четверых наших Будем выходить на Мильке Генерал Коротков Меня выводили гулять в такое время Чтобы я не встречался с другими заключенными Но я все равно был счастлив Меня перевели в другую камеру В ней были кровать, стул и даже окно Во время одной из прогулок я увидел надпись на стене Видимо, ее сделал кто-то из тех, кто попал сюда недавно Заключенные знали о моем присутствии здесь И пытались меня подбодрить Это придавало мне силы Господин Козлов Прошу, наденьте это Мы передаем вас для обмена Сержант Подготовьте его Это было 12 мая 82-го Я провел в тюрьме уже почти два года Итак, обстоятельства изменились, господин Козлов Выходите из машины Обмена не будет ПОТАЛЬНОМ ГОУДИЦИИ АНТАЛЬНОМ ГОУДИЦИИ НЕ ВТОРЫ ВЭРО ПОТАЛЬНОМ ГОУДИЦИИ ОНИКМА ОТАЛЬНОМ ГОУДИЦИИ ЭТОРГЮЩИИ СМОВИТЕСИИ ПРАГСМЕНТЫ Стоп! Повернитесь. Мастер Козлов, принято решение вас расстрелять. Вы ничего не сказали. Но я дам вам еще один шанс. Я досчитаю до десяти, и либо вы начнете говорить, либо я дам команду открыть огонь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Приготовиться. Семь. Восемь. Девять. Прицел. Огонь! Огонь! Девчонки, Восемь! Девчонки! Девчонки! Один. После рукопожатия я обнаружил в руке значок. Потом я узнал, что это был жетон контрразведки ЮАР с правом ареста. Наверное, это было своеобразным извинением Глоя. На следующий день я уже был на границе ФРГ и БДР. Меня обменяли на 11 западных агентов. До последнего момента мне не верило, что все это происходит наяву. Ну, здравствуй, Алексей Михайлович. Здравствуйте. Это все, что они разрешили тебе взять с собой? Да, кусок мыла. И нижнее белье сменное. А вот марки, марки зажали, а там экземпляры были ценные. Ну, садись. Поедем домой. Встреча была довольно прохладной. В Москве сомневались, что я выдержал все пытки и никого не сдал. Я понимал, что попаду в карантин. Меня будут проверять, предательнее или нет. И это было нормально. Благодаря информации, полученной от Козлова, у Советского Союза появились твердые доказательства наличия у ЮАР ядерного оружия. Это помогло выстроить всю дальнейшую политику по отношению к этой стране. Благодаря действиям Советского Союза, Франции, США и других стран российское правительство БОТ и в конце концов ушло в отставку. Новое правительство страны ликвидирует апартеид и закроет военную программу ядерных испытаний. ЮАР станет первым в истории мира государством, добровольно отказавшимся от уже имеющегося у него ядерного оружия. Привет, Алексей Михайлович. Здравствуй. А что окно? Закрылось. Да, теперь все по новой. Пять лет после моего возвращения из ЮАР я пытался доказать, что снова могу стать разведчиком-нелегалом. Но как меня убеждали, раскрытый разведчик – это конец карьеры. Леша, опять ты? Опять я, Юрий Иванович. Вы свободны. Опять пришел просить? Да, я хочу работать. Не могу я больше сидеть. Ты с ума сошел, Козлов? Ты же раскрыт. Тебя все контрразведки мира знают. Что хотите со мной делайте, но... Не уйду я отсюда, Юрий Иванович. Примите решение. Полковник Козлов, встать и выйти. Шагом марш. Юрий Иванович, вызывайте конвой, арестовывайте. Решайте наград, звания, пенсии. Мне все равно. Что ж мне с тобой делать? И ты отсидел. Тебя обвиняли. Столько лет прошло. Тебя и правда, наверное, уже забыли. Все уверены, что тебя списали. А это значит, что никому и в голову не может прийти, что ты снова будешь работать по нелегальной линии. А ты знаешь, чем черт не шутит? Давай рискнем. Я даю добро. Алло. Вилла Кларис? Могу я поговорить с Тианой? Что? Простите, я плохо слышу вас. Продала виллу и уехала в Европу? Нет, нет, спасибо. Всего доброго. Алексей Михайлович Козлов все-таки добился своего. Его снова отправили за границу на нелегальную работу. Это был неслыханный случай в истории мировой разведки. Всего же за свою карьеру разведчика-нелегала Алексей Михайлович Козлов работал в 86 странах мира. Все готовы? Тишина на площадке. Пожалуйста, мотор, камера. Алексей Михайлович, вот сейчас много разговоров о патриотизме, а то много его или мало его сейчас. Вот скажите, что вы думаете по этому поводу, пройдя вот через то, что вы прошли? Видите ли, дело в чем. Патриотизм, я считаю, он должен быть в крови у каждого человека. Но не у каждого он есть. Или есть не в той мере, в которой, конечно, было бы необходимо. Я вам скажу, что вот это слово, патриотизм, любовь к родине и так далее и тому подобное, для меня, ну, вы простите меня, но это кажется мне святым. Но вот, например, в 90-х годах, вот когда рухнул Советский Союз, когда пришли к власти другие люди, которые стреляли и по Белому дому, тогда от патриотизма мало что осталось. Я вам честно скажу, что у меня была такая вот небольшая боязнь, что это здорово скажется и на подборе товарищей на нелегальную работу, или на работу в разведке вообще. Но прошли годы, и вы знаете, сейчас, наоборот, вот это слово патриотизм, оно как-то начинается опять оцениваться совершенно по-другому. То есть в правильном смысле. Вот, и люди, которые к нам приходят сейчас на работу, я со многими из них разговаривал, со многими с ними встречался, со многими работал, в конце концов. Вот во время подготовки я должен сказать, что это действительно сейчас то чувство, которое было и у меня, когда я произносил вот это слово. Патриотизм, любовь к родине, всё такое. Всё такое.